Моё утреннее расписание в 6 утра. Если вы хотите рано вставать, единственный способ это сделать, это раньше ложиться. Я не могу рано встать, если рано не лягу, и мне важно иметь выстроенную вечернюю рутину, и тогда мой организм привыкает к одинаковому времени засыпания. Тогда я быстрее засыпаю и рано могу проснуться. Как только этот режим сбивается, и я откладываю время отхода ко сну, мне сложно проснуться, и я весь день разбитая. Конечно, не советую просыпаться рано просто ради того, чтобы проснуться рано. Намного важнее качественный и достаточный сон. Но у меня сейчас ежедневные утренние совещания на работе, поэтому я тут. Совещание идёт полчаса, потом я иду обниматься с собачулей. Привет, моя собака! Привет, моя сладкая! Такой собак! Мы это можем делать долго, потому что ну как отлипнуть от этого милашества. Потом я готовлю снеки и воду детям в школу. Себе тоже беру сегодня банан и протеиновый шейк, так как у меня будет часа через два тренировка, а завтракать пока я не хочу. Потом я по-быстрому вывожу собакина в туалет и бужу детей, чтобы отвезти в школу. Кто ещё пришёл? Кто ещё пришёл? Они тоже обязательно обнимаются с собакой. Вот так вот, чё ещё пойдём? Раз пришёл. Мы едем в школу, дети там завтракают. Я их оставляю, еду домой, беру собаку, и мы уже идём на длинную прогулку, которая идёт где-то полтора часа. По дороге я заказываю свой любимый чай-мачо, и если честно, это не лучшая моя привычка, от которой я пытаюсь избавиться с переменным успехом. Спасибо! Когда я гуляю в начале дня, я чувствую, что тело просыпается, я получаю позитивный настрой на день и всегда более продуктивно и хорошо себя чувствую. После прогулки я завожу домой собаку, беру тренировочную сумку, которая приготовлена заранее, и иду в тренажёрный зал рядом с домом на тренировке. Всегда начинаю с разминки, а сегодня у меня руки и спина. Я уже дома, только сейчас буду делать завтрак, время 10. Из-за того, что я поела банан и чуть-чуть выпила протеинового шейка, я была не очень голодная. Вот сейчас я уже голодная после тренировки, как раз хорошо уже плотно позавтракаю. Решила приготовить нутовую лепёшку, нутовая мука, яйцо, добавлю сахарозаменителя туда немножко и разрыхлитель ещё нужен. Итак, помогает ли вода похудеть? Недавно я проводила марафон здоровой праздники, где мы обсуждали привычки и мышление, которое помогает спокойно переносить разные события из жизни, будь то отпуск, праздники или что бы то ни было. И я мельком упомянула о такой привычке, как пить воду во время еды. И меня спросили, как это помогает. Конечно, безусловно, гидротация организма – это хорошо для всех систем. Но при чём здесь похудение, да? Вот такой блинчик получается жёлтенький. Помогает ли вода похудеть? Да. Были даже исследования, вот, например, в этом исследовании выпивали пол-литра воды за полчаса до еды и замеряли, что употребление воды уменьшает общее потребление пищи на 13%. Вот ещё одно исследование, где тоже пол-литра воды выпивали прямо перед началом еды и это уменьшало потребление на 22%. И со временем, конечно, это может привести к потере веса. То есть, если делать так регулярно. Ничего удивительного в этом нет. Ты просто заполняешь жидкостью свой желудок, она там частично уходит сразу в кишечник, частично смешивается с едой, и ты быстрее наедаешься. То есть, твой организм такой, типа, я сыт. Он чувствует растяжение желудка механическое и сигнал мозга поступает о том, что всё, больше мне надо, как бы, я нормально. Но надо всё равно быть очень аккуратным с советами, потому что некоторые КП-блогеры или какие-то самоучки, специалисты очень настоятельно рекомендуют пить много воды или там даже конкретное какое-то количество воды, типа, там, 2 литра. Конечно, пить воду надо, организму нужна вода, надо уметь слушать свои сигналы жажды и лучше держать где-то воду в доступе, да, чтобы их не пропустить или не отложить на потом. Пить во время еды тоже очень хорошая стратегия. Нет никакого магического интервала, за сколько надо пить до еды или за сколько после. Это вполне нормально пить во время еды, никакой там желудочный сок не размывается. Но старый миф, думаю, все это уже знают. Наоборот, это помогает как раз-таки быстрее насытиться. И со временем это может привести, такая привычка, если делать это регулярно, к похудению. Надо быть аккуратными, с такими советами, потому что слишком много воды – это тоже плохо. И когда человек пьёт не пожар, а просто пихает в себя очень много воды, ну, во-первых, это идёт к расстройству пищевого поведения. Во-вторых, есть вообще-то и смертельные исходы, когда человек выпивал слишком много воды. Вообще, первый случай был со студентами. В освещении студенты нужно было выпить какое-то большое количество воды, ну и кто-то просто умер от водной интоксикации. Это не единственный случай. Были ещё, в общем, про женщину, которая выпила 2 литра воды, но выпила она их за раз. Она там занималась с тренером. Тренер ей сказал больше пить. Вот 2 литра, по-моему, как раз была рекомендация. Она весь день забывала пить. Но, кстати, для увлажнения организма подходит не только вода, любая жидкость, кроме алкоголя. Даже кофе, несмотря на то, что у него есть небольшой диуретический эффект, то количество воды, которую вы с ним пьёте, если это американо или даже эспрессо, всё равно больше увлажняет организм, чем выводит жидкость. Начинку для этого блинчика я хочу чуть-чуть притушить кувничку. Так вот, женщина забывала пить воду в течение дня и вечером, придя домой, выпила сразу 2 литра. Причиной смерти была как раз гипонатремия. Это и является результатом острой водной интоксикации. Я к чему? Что воду пить надо, но не какое-то конкретное количество. Да, есть такие примерные рекомендации, что 2 литра жидкости в день нужно, но это, конечно, зависит от условий окружающей среды и от вашего конкретного организма. Поэтому пихать в себя воду просто потому, что надо, или вам кто-то сказал, точно не стоит. Но хорошей стратегией похудения может быть действительно стакан воды прямо перед едой или во время еды. Да, ещё я слышала, кстати, такое. Если вы типа на какой-то диете, да, или там вы следуете протоколу питания, какому-то конкретному прописанному рацион, и вы, например, хотите поесть, но при этом... Вот у меня клубничка. Ну, вам ещё рано, у вас там, допустим, по часам всё расписано. То пейте воду. Вы можете путать там жажду с голодом, или вы так заглушите свой голод. Но это тоже история немножко ЛППшная. Единственным правильным способом заглушить голод или снизить его является поесть. Когда у вас выстроен рацион, выстроен режим и нормальные отношения с едой, то у вас не будет дикого голода, постоянного. В общем, тема такая деликатная. По ней точно нельзя дать какого-то одного совета всем. Но точно не стоит перебарщивать жидкостью и пить не по жарке. А вот что я хотела сказать. Тушу клубничку. Мне захотелось быть пушёной. Вот такой йогурт у меня. Он такой очень плотный. И у нас не хватает ещё чего. Тут маловато жиров. Добавлю ещё вот орешков грецких. Не помешайте. Для полного набора жирных кислот. Вот такой завтрак у меня получился. Пошла я завтракать. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи. Вот собака пришла. Попрошайничать. Да, собак? Всегда не прочь немного подкрепиться. Да? Пола, собака? И пришла. И пришла. Да что пахнет едой. Как такое пропустишь? Прётость моя.